Всем привет! В последнее время очень много вопросов поступает в связи с последними событиями. Какова будет динамика на казахстанские монеты? Что делать? Продавать? Покупать? Ждать? В этом ролике предлагаю в комментариях высказать каждое свое мнение. Я же в частности разберу последние монеты, одни из последних. По новинкам и перспективы обозначим, которые возможны будут на ближайший месяц. Далеко не заглядываем, так как видим, что события развиваются стремительно. И поэтому самая ближайшая перспектива на текущий месяц. Потому что мир состоит не только из монет, куда перетекают финансы. Также сейчас, на удивление, на удивление марки, оказывается, становятся популярны. Особенно редкие, с историей по карману не бьют. И люди, оказывается, есть очень много филателистов. Предыдущие российские монеты откатились вниз, если еще 5 лет назад. Фактически продаем их до сих пор по таким текущим же ценам. Значки тоже застопорились. Спрос есть, устойчивый. Но эмалевых значков достаточно мало в предложении. И поэтому рынок как бы замер в ожидании. Импортные монеты тоже и прус-качество. Многие считают за перевертыш в кавычках. Не понимают, что это все такая чеканка монет в Соединенных Штатах Америки. Так вот, импорт немножко тоже ослаб. В популяризации мало рекламы, видимо. И рынок стоит на месте. Так вот, житы, казана, наборы застряли. Так и будет. Цена еще долгое время, однозначно, месяц будет стоять вокруг отметки 7000 тенге. Курс, напоминаю, сегодня 5,5 российского рубля. Поэтому можете перевод делать. Это именно за 8 монет. 7 монет отдельные, без альбома, в районе 2000 тенге. Также эта панка и остается плюс-минус 500 тенге от опта и розницы. В частности, ежик. Это сейчас большинство монет. Будет динамика прекратилась. Остановился на отметке 15 тысяч тенге. Все попытки пробить этот уровень, будем говорить языком трейдеров, не видно было, по крайней мере, в Караганде. Замечательная монета. Обалденная. На местах с пересылкой. В России, возможно, плюсом еще 2-3 тысячи тенге добавлять надо к ежику. Будет очень интересная монета, перспективы. Но это буквально через полгода у ней появится. На текущий момент, пока цена будет стоять. Так, по оленям, блистеры, в частности, однозначно скатились от 4 тысяч тенге, упали до 2. И стремительное падение и дальше намечается. По-прежнему продажи в интернет-магазине бестолковые. Непонятно, кто их выкупает. И цена стремительно идет вниз. Спрос падает. Рынок насытился. Так что, меньше 2 тысяч в этом месяце, кому посчастливится. Или в этих пределах плюс-минус 200-300 тенгек. Кому надо, обязательно возьмет. Туранга тоже встала колом. Ни туда, ни сюда. Спрос прекратился. Если раньше еще по 4 500 брали, сейчас район 2 тысяч. Это весьма привлекательная цена стоит. Спросом перестала пользоваться на текущий. Момент времени. Также суинши было недавно, еще месяц назад пошло в гору. Наткнулась на диапазон 2000 тенге. И все откатилось до полутора тысяч. Сейчас так и колеблется монета. Все-таки тираж большой. На рынок давит. Перспективы слабые. Но через полгода заиграет, возможно. Сундет той гораздо хуже. Диапазон цены полторы тысячи. Тенге. Если посчастливиться, можете и за тысячу найти. Несмотря на тираж, практически в два раза меньше. Кыз Узатау. Предел тот же самый, как и Сундетой. Полторы тысячи. Плюс-минус 500 тенге. В зависимости, кто покупает оптом в розницу. Можно и купить за тысячу, и продать за две. Если посчастливиться на международном рынке. Серебро житый казана. Отметка. Помните, да? Первые, если монеты продавались по 20-21 тысяча. То есть на текущий момент район 13500 тенге. Популярностью, как и говорили, монета не стала пользоваться. Даже на внутреннем рынке. На текущий момент времени. Цена заморожена вокруг отметки 14 тысяч. По тигру сейчас посмотрим, будет ли повышение в интернет-магазине. Что весьма сомнительно. Будет тоже интересный момент в понедельник. Ну, в среднем отметку 15 тысяч тенге. Смотрите, плюс-минус 500 тенге покупка-продажа вокруг этой монеты. В перспективе будет еще на протяжении долгого промежутка времени. Эта цена колебаться. Естественно, самая интересная позиция. Серебряный олень. Который мгновенно подскочил до 50000 тенге. Потом откатился до 45. И в последнее время реальные продажи вокруг 43 тысяч тенге. И плюс-минус 2-3 тысячи вокруг покупки-продажи. То есть, желающих много купить по 40 тысяч тенге. Но продаж практически мало желающих расстаться с этой монетой за 40 тысяч. И купить за 45 предложение. Не каждый изъявит желание. То есть, играя только в долгу, кто хотел в розницу приобрести, уже приобрели эту монету в пределах 45 тысяч. И рынок насытился и сейчас ожидает. По оленю буги. Тираж 7 тысяч экземпляров. Самое время покупать. Рынок встал вокруг отметки 8 тысяч плюс-минус 500 тенге. Покупка-продажа. Средняя цена 8 тысяч. Весьма заманчивая. Предложение, кто играет в долгую. А так, кто для себя за 8 тысяч есть желание и рынка и продать, и купить. Приобретет их впрок. Я думаю, будет очень полезная монета. Так что, пишите ваше мнение. По пруфу Советского Союза тоже наблюдается интерес именно по пруфу к качеству. То есть, люди уже начинают следить, вскрывать свои альбомы. И многие начали собирать после наших рекомендаций именно пруф СССР. Даже вот хорошее качество, казалось бы, который мешковой был Махтун Кули до этого. Но с пруфом все-таки не сравнить. А разница, между прочим, практически условная. Буквально 25% можно добавить и купить на текущий момент пруф качества. Или же запайки АЦ. 5-рублевых. Ну, вы будете уже знать. Качество шикарное и приятно в руках держать эти редкие монеты. То есть, перспектива у монет СССР именно пруф качества достаточно большая. Ну, вот такое вот, что было под рукой, изложили. Ну, и опять же, на удивление, потихонечку, потихонечку. Ну, вот старые. Естественно, также марки зависят от состояния, от года выпуска, от тиража, от различных разновидностей. Но это такие тонкости, что это лучше отдельный ролик этому посвящать. Но весьма красивые впечатления остаются однозначно положительные. Так что, пишите, что у вас есть в коллекции, какие перспективы монет на рынке вы прогнозируете на ближайшее время, хотя бы на месяц. Всем удачных вложений. Год тигра. Пока.